Я хочу пригласить вас на фестиваль «Благость». Это удивительное место в Чёрном море, Анапе. Много светлых лиц, две недели счастливого отдыха, лекции, тренинги, йога, цигун, концерты, песни, театр. Много-много счастья. Вам надо просто самим попробовать съездить и посмотреть, так ли это. Мы сегодня с вами беседуем о судьбе. Это такая тема интересная, но немножко сложная для понимания, потому что теории недостаточно для того, чтобы её понять. Ну то есть судьба есть у каждого человека, она действует внутри нас, и сталкиваясь с ней, мы теряемся часто, мы не можем её выдержать. И даже вот само понятие, что это действует моя судьба, это непросто. Ну то есть непростое понятие, непросто с этим согласиться, смириться. Ну приведу простой пример. Я приехал читать лекцию в Москву, и представьте, в Москве, в центре Москвы, в гостинице, мне сказали, нет горячей воды. А потом вообще, вообще воду забрали. В один день, в следующий день вообще никакой воды не было. Там что-то ремонтировали. Вот. Ну я помылся под холодной. Ну просто как бы полежал в холодной воде, и всё. Вот. Сюда приехал, горячая вода была, но не включили этот нагреватель. Представьте, опять помылся под холодной. И есть два варианта. Можно как бы злиться, один вариант, и кричать, что все плохие. А другой вариант, просто понять, что так действует судьба, потому что уже второй раз же это произошло. Сначала в Москве, потом здесь. Вот. Ну то есть, понимаете, отношения, может быть, в судьбе разные. Если мы начинаем бунтовать, то есть мы начинаем, мы против того, что действует, происходит с судьбой, в судьбе, то тогда один результат жизни. А если мы терпим, спокойно относимся, так и второй результат. Поэтому нужно учиться терпеть. Всё, что в судьбе происходит, нужно учиться терпеть. Каждый человек находится под влиянием судьбы. Она действует всю жизнь. Мы рождаемся под влиянием. Она действует всю жизнь. И потом мы уходим под влиянием судьбы из этой жизни. Но мы вечные, то есть мы никогда не умираем. Надо это понять, что судьба действует в нашей жизни постоянно, действие идёт, но это не значит, что что-то с нами может произойти в глубоком каком-то смысле слова. С нами ничего плохого не может произойти, потому что мы вечные души, мы никогда не умрём, вечно будем жить. Надо понять, что мы живём вечно. И, конечно, вот эти мои слова, что мы живём вечно, вам ни о чём не говорят. Но так как я это изучаю, я являюсь свидетелем того, что мы живём вечно. То есть я постепенно, на примере своей жизни, на примере жизни многих-многих тысяч людей, которые я вижу каждый день, постепенно начинаю чувствовать глубже судьбу человека. Сначала я, как бы, события чувствовал достаточно сильно, вот человека сейчас, в настоящем времени, что с ним происходит. Постепенно начал вот это увидеть, эту связь, что человек когда-то, то есть мы живём не одну жизнь, когда-то человек, допустим, совершил какие-то поступки в прошлом, и за эти поступки он отвечает. Вот, допустим, вот я вижу, что вот у вас, девушка, в прошлой жизни были мужчины, и его очень строго себя вели с женой. За это получили такую свекровь. Ну, то есть, как бы, ну, так действует судьба, то есть в этот мир сотканы справедливости, то есть он не то, что вот то, что с нами происходит, это как-то плохо, что-то не так, понимаете? Это всё закономерно, то, что с нами происходит, это всё справедливо. Просто мы эту справедливость не понимаем, потому что мы не помним себя в прошлом, и даже иногда человек, ну, он не хочет просто понимать. Допустим, у меня недавно был семинар, не буду говорить, в каком городе, чтобы люди потом не услышали, себя не узнали. Вот. И один мужчина, он начал ругать свою жену, как бы, там такая ситуация, что жена ушла к другому, он молился, её вернул, но не простил. И, как бы, у него вопрос был такой ко мне, что начал жену просто ругать, что он говорит, я её хочу бросить всё-таки, что она меня предала, ушла к другому. Вот. Но при этом он не говорил сам, что он до этого изменял своей жене достаточно долго. Я так знаю. Я ему на это намекнул как бы. И он как-то, знаете, так успокоился. Я ему говорю, говорю, «Вы знаете, говорю, бывает так, что человек обвиняет, обвиняет человека только потому, что вот то, что он сделал, всё известно, а то, что сам человек делает, ничего неизвестно. Так как неизвестно, поэтому... Ну и, соответственно, я хороший, потому что никто не знает, что я сделал. Но всё у человека в сердце находится, понимаете? И если Бог вот увидел твой поступок, он дальше тебе даёт то же самое. То есть он тебе показывает, вот смотри, как хорошо вот ты поступил. А как ему не нравится то, что жена сделала, так он ругался. Но он такой же точно самый поступок совершил и за это же и получил наказание самое интересное. Понимаете, то есть что такое судьба? Судьба — это справедливость внутри нас. То есть это та сила, которая нас заставляет, учит нас правильно жить. То есть это вот такая сила, обучающая нас правильно жить, учит нас она.